Всем добрый день. Как меня слышно? Кто-нибудь опишите, слышно или не слышно. Сегодня будем разговаривать про электрокотлы, будем разговаривать про электроводонагреватели компании Ферроли, обсудим все нюансы, которые с этим связаны. Мне сегодня будет помогать Виктор Шахно, это специалист технический из Беларуси, завода в Беларуси. Поэтому сегодня, как говорится, должно быть интересно. Давайте начнем, время уже пошло. Ну, немножко, скажем так, опять пару слов о заводе, потому что кто-то к нам сегодня присоединился в первый раз, хотя уже вторую неделю, третью неделю сидим дома. Время, конечно, оно печет немножко по-другому. Что хотелось бы сказать, что компанию Ферроли создал Данте Ферроли в 1955 году. И началось все это дело с центрального завода в городе Санбонифачо. Ну, как видите, как говорится, история компании Ферроли была очень динамичной за это время. Открывали представительства в Европе, в Китае, в Турции, скупали новые заводы, скажем так. И вот на сегодняшний день компания Ферроли – это все-таки мегабренд, который себя включает в большое количество заводов, скажем так, ну, практически по всему миру. То есть шесть заводов у нас сейчас в Европе. В Италии Санбонифачо – это центральный, скажем, в Испании, где делают радиаторы, есть завод. Также в Италии котлы, ой, где производят промышленные котлы и чиллеры, водонагреватели, пилетные котлы и печи, и, собственно, газовые горелки. Это вот то, что у нас, скажем так, представлено в Европе из заводов. Что касается азиатского рынка, есть три завода в Китае. Ну, в Азии, скажем, один, где производят промышленные котлы, второй, где производят водонагреватели и котлы. То есть, в принципе, вот по большей степени вот именно этот завод нас будет сегодня интересовать, потому что часть продукции, которую мы будем сегодня обсуждать, она выходит как раз непосредственно с этого завода. Называется Хишан, ну, Хишани в городе. Также есть в Ханое, во Вьетнаме проточные водонагреватели и, собственно, центральный завод в Белоруссии, скажем, на который мы ставим, скажем, сейчас большие планы по производству разного вида оборудования, скажем. Это наш центральный склад теперь на территории страны СНГ. Ну, вот, собственно, Виктор как раз представитель этого завода. Ну, что бы хотелось сказать, то есть, компания Ферроли все-таки это мегабренд, и вот смотрите, какое количество компаний, скажем, заводов, да, принадлежит бренду Ферроли. То есть, из тех, которые вам известны, наверное, это Ламборгини, Рапида, Коинтро. Вот, то есть, это все крупные производители отопительные техники по всему миру. Ну, компания Ферроли поставляет все-таки, экспортирует котлы в 74 страны мира. Вот, в России мы 1994 года. Вот, то есть, как вы видите, довольно-таки долго. Вот, мы уже в России занимаемся поставками оборудования, ну, и обслуженным. Смотрите, какой модельный ряд, скажем так, оборудования компания Ферроли производит на сегодняшний день. То есть, очень много. Все, что связано с отопительной техникой, компания Ферроли, в принципе, производит и поставляет по всему миру. Ну, собственно, вот такой тоже слайдик, чтобы сложилось понимание, что все-таки бренд Ферроли – это серьезная организация. Вот, ну и что касается промышленных котлов, то есть, ну, давайте начнем. Теперь по электрокотлам. То есть, многие из вас, наверное, уже сталкивались с котлами, кто-то, может быть, и не сталкивался, да, по тем или иным причинам. Вот, ну, сегодня будет такое знакомство, скажем так, где мы будем обсуждать все нюансы, которые связаны вот с данным типом котлов, скажем. То есть, что бы хотелось начать, ну, давайте еще расскажу такую ситуацию, что я, в принципе, технический специалист, и продажами, как говорится, в принципе, не занимаюсь, вот, но решил, как говорится, вам выложить такой слайдик интересный, где бы вы смогли, скажем так, увидеть ориентир цен, рекомендованный розничных, скажем так, вот, на нашу продукцию. Вот, конечно, если у вас возникают какие-то вопросы, там, по стоимости, вот, я предлагаю вам все-таки обращаться, наверное, к Викторию и к Николаю, вот, которые смогут вас держать в курсе всех вот моментов, акций и тому подобное, вот, связанные с поставками наших котлов. Вот такое упрощение понимания, вот, в таблице представленные электрокотлы ЛЕП-6,7, просто чтобы понимали, обозначение 6,7,5, 9 обозначает мощность котла. Ну да, ну да, ну да. Любой котел, там, ЛЕП-21 означает, что данный электрический котел имеет мощность 21 кВт. Все правильно. Вот, ну, поехали дальше. Теперь давайте, как говорится, по поводу особенностей побеседуем. То есть, модельный ряд действительно у нас идет от 6 до 24 кВт. Вот, у котлов 6,7,5 и 9 эти котлы можно подсоединить как к однофазной системе, так и к трехфазной системе электроснабжения. Котлы 12, 15, 18, 21, 24, они подсоединяются только к трехфазной системе. У котлов 6,9 там стоит просто перемычка. Если есть желание подключить данный котел к трехфазной, просто снимается перемычка, ее место включается в трехфазное подключение. Ну да. Ну, давайте по поводу основных преимуществ, скажем так, наших котлов по сравнению с теми же самыми конкурентами. Встроенное суточное программирование. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы люди могли мало-мальски все-таки экономить какую-то денежку. То есть мы, когда просыпаемся, скажем так, котел должен работать на полную. Когда мы уходим на работу, зачем прогревать полностью систему отопления, да, и делать, скажем так, чтобы помещение было там 18, 20, 23 градуса, да. Но опять же, в зависимости от того, кому как комфортно. Вот. Можно выставить суточное программирование таким образом, чтобы котел работал только тогда, когда это необходимо. Вот. И тем самым, собственно, достигать экономию по, скажем так, оплатам за электроэнергию. Вот. Это фунт. Я немножко добавлю для более такого широкого понимания. Данное, повторяю, суточное. Здесь вопрос стоит, суточное или дедельное. Только суточное. Причем это, как бы, программирование, оно означает в те часы, когда светлые квадратики котел работает, в темные квадратики котел не работает. Скорее, это суточное программирование предназначено для дифференцированной оплаты за электроэнергию. В часы пиковой нагрузки котел попросту не будет работать. В часы, когда электроэнергия более дешевая, он работает. Оптимально применение котла вместе с недельным программатором или любым комнатным термостатом. В приоритете будет вот этот суточный программатор. Суточный. Даже если недельный комнатный термостат дает команду на включение котла, но наш программатор суточный говорит о том, что в это время у нас запрограммировано таким образом, что чтобы котел не работал, значит котел не будет включаться. Шкала, градация, включение, программировать можно каждые по 15 минут. 24 часа с градацией 15 минут. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Дальше смотрите. Встроенный датчик комнатной температуры. Ситуация такая, что действительно в нашем котле есть встроенный датчик температуры, вот, но он работает как информационный, то есть глобально он показывает ту температуру, в помещении которого находится, собственно, непосредственно сам котел. Этот датчик, он информационный, то есть задать, чтобы котел работал по этому датчику, к сожалению, невозможно. То есть он только показывает ту температуру, где находится котел. Да, если вдруг вы хотите знать температуру информационную, вы не подключаете комнатный термостат, и вы хотите, не знаю, там, знать температуру в помещении, которое выводится на экран-таблок, можно этот датчик перенести, ну, удлинить их в какую-то другую комнату. Вы будете просто иметь информацию на дисплее котла о температуре в той или иной помещении. А изначально датчик стоит под котлом, рядышком с левой нижней частью котла всего лишь информационные данные. Ну да. Дальше, следующий пункт. Встроенный байпас. Вот, ну, как мы с вами всегда говорили, да, конечно, сейчас все производители идут по предмету удешевления и пытаются разными способами, скажем так, упростить тот называемый, ну, стандартный байпас, как он был раньше, скажем так, так, отдельная трубочка, вот. В нашем случае ничего здесь не упрощали, скажем так, это идет отдельная трубочка с обратным клапаном, вот. Собственно, как это было раньше. То есть я считаю, что это самый стопроцентный вариант. Дальше. Встроенный трехскороскороцируционный насос вила, вот. Дальше. Встроенный на передней панели механический манометр, то есть у нас не, хоть и большой информационный дисплей, вот, у нас манометр – это отдельный приборчик, скажем так, да, который установлен на блоке управления. Когда крышечку открываем, мы это все дело увидим. Ну, чуть дальше будет картинка, скажем так, непосредственно самого блока. Большой информационный LCD-дисплей, то есть это даже не ЖК, ну, а именно LCD, то есть действительно все, что связано с котлом, на дисплее отображается, и он, ну, в своем классе, я считаю, что имеет самый большой дисплей, скажем, вот, если сравнивать с другими производителями электрокотлов. Удобные ручки для регулировки температуры ОВЭ и ГВС. Я считаю, что, опять же, ну, у каждого здесь свое мнение, я уверен, вот, но мне кажется, самое удобное в управлении котел – это тот котел, который имеет большой дисплей и все-таки ручки для управления. Почему? Потому что ручками для управления гораздо проще, скажем так, регулировать температуру, нежели чем стоять и тыкать все это дело на кнопочки. Ну, это не всегда удобно, скажем так, и людям старшего возраста, скажем так, все-таки ручки однозначно будут понятнее, нежели чем кнопки. Несколько слов еще добавлю. Вот вопрос прозвучал. Не вижу смысла от комнатного термостата. Ну, не совсем согласен, потому что вы можете поставить комнатный термостат недельный, не обязательно там. Можно поставить программированный. В выходные дни вы можете задать температуру, ну, не знаю, там, 30 градусов или любую другую, которая позволит вам согреться. Поэтому комнатный термостат есть с недельным программированием. На все случаи жизни можете его запрограммировать по любым часам, чтобы позволило вам ощущать в помещении комфортную температуру. Это удобство, это комфорт. Он не реагирует на встроенный. Встроенный термостат всего лишь позволяет, на суточный программатор, он позволяет экономить электроэнергию. Вы можете его отключить. На панели есть функция либо следовать его указаниям, либо не следовать. Если вы его исключаете, котел просто работает с вашим комнатным термостатом. С уличным датчиком, да, будет работать. Но об этом мы немножко позже расскажем вам. Ну да. Так, ну, поехали дальше. Режим зима-лето. Это стандартный режим, который есть у большинства котлов. Режим работы теплый пол. То есть в нашем котле есть специальная функция, которая позволяет котлу работать в режиме теплый пол. И она выведена на передний блок управления. Ну, чуть подальше, скажем так, когда мы будем блок управления самообсуждать, мы это все дело более подробнее обсудим. Регулировка максимальной мощности. То есть можно котел ограничивать, скажем так, по мощности. Дальше модуляция мощности. Модуляция мощности что такое? То есть когда котел у нас запускается, не сразу включаются все тены одновременно, и он сразу выходит на максимум. А все-таки сначала включается один, потом второй, потом третий. Ну и дальше будет слайд, где мы это опять же более подробно, собственно, обсудим. Ротация тенов. Это изменение очередности включения тенов. Сделано это для того, чтобы, собственно, все тены выходили из строя практически одновременно. Не было такого, чтобы какой-то тен перегружался несколько больше, нежели чем все остальные. Вот. Дальше. Функция антилегионела. Вот. Она причем у нас, это функция, скажем, настраиваемая. Вот. То есть, опять же, ну, эта функция у нас есть в сервисном меню. И вот настройки, связанные с этой функцией, опять же, мы будем обсуждать, когда будем говорить о сервисных настройках. Система самодиагностики. Ну, глобально, конечно, практически все котлы имеют такую систему, то есть ничего здесь нового нет. Система защиты от замерзания. Ну и, собственно, меню сервисных настроек. Ну и, опять же, повторюсь, что меню сервисных настроек у нас здесь довольно глубокое и информативное, скажем. Вот. Ну, чуть дальше обсудим более подробно. Прозвучал вопрос, прошу прощения, меню в дисплее на русском, либо на английском. Меню в дисплее на английском, ну, там практически нет, не знаю, там слов. Там значения. Есть таблица сервисных параметров, а на дисплее будут выскакивать там параметр P01, либо его значения. Там нет описания. Поэтому как таковых обозначений на каком-то языке их не присутствует. То есть там и слов-то по большому счету нету, то есть... Слов по большому счету нет. То есть там все сделано схематичным образом, интуитивным, скажем так. Есть ли там функция комфорт, либо какие-то обозначения, но они интуитивно, наверное, уже у любого инженера воспринимаются. Ну, и пользователи, я думаю, что тоже. Дальше. Смотрите, то есть возможность подключения. Какие есть возможности, скажем так, у нашего котла? К нашему котлу можно подключить комнатный термостат. Комнатный термостат on-off. Возможность подключения датчика уличной температуры. Возможность для подключения датчика бойлера. Ну, самого бойлера, собственно. И для того, чтобы подключить бойлер, мы можем подключить... Нужно подключить трехходовой. Вот. Это у нас опция. Чуть дальше, скажем так, обсудим артикулы и тому подобное. И есть, собственно, разъем для подключения непосредственно самого бойлера. Это что касается дополнительных возможностей котелка. Ну, теперь давайте, как говорится, обсудим непосредственно сам блок управления. То есть, как мы сами видим, все-таки дисплейчик такой интересный у нас, большой и информативный. То есть, что мы здесь видим? Первое. Режим суточного программирования. То есть, в верхней части дисплея у нас как раз идет сутки. Указушки. Да. И, соответственно, как мы сами видим, если это все дело приблизить, увидите, что аградация регулировки, скажем так, настройки идет 15 минут. То есть, можно установить, когда котел будет работать и когда будет котел отдыхать. И, опять же, говорю, шаг этой настройки 15 минут. Дальше. Бойлер ГВС. То есть, в случае, если мы сами подключаем бойлер ГВС, ну, бойлер, у нас на дисплейчике будет появиться кранчик, скажем так, и, собственно, можно будет регулировать температуру ГВС. Ну, для того, чтобы активировать этот режим, нужно для начала подключить датчик бойлера на разъем. Дальше в сервисном меню параметр P05 включить параметр работы с бойлером. И только потом, нажав на данную клавишу, на экране появится такой символ краника. Мы можем менять, ну, как бы котел начнет видеть датчик бойлера и адекватно работать, управлять трехходовым клапаном. Дальше. Смотрите, есть клавиша «теплый пол». Вот. Ну, по сути, как и для чего эта клавиша нужна? То есть, это ограничение. То есть, выше, чем нужно, котел не нагреется. То есть, он не будет греть до 80 градусов и позволит, скажем так, не порушить ваш пол, скажем так, из-за того, что система теплопола перегреется. То есть, это так называемое просто-напросто ограничение температурное. Идентично тому, наверное, как у традиционных котлов, там, у нашей «Фортуны», либо там, где в отличие от режима теплого пола, это максимальное ограничение, ограничение максимальной температуры отопления до 55 градусов. Потребитель не сможет поставить там ни 70, ни 80 для его безопасности. Дальше. Смотрите, настройка. То есть, ну, настройка – это значит сервисное меню. Вот. По большому счету. Дальше. Вот. То есть, когда мы меняем какое-то значение, вот, нам нужно просто нажать, так, Enter, скажем, на компьютере. Далее. Режим «Зима-лето». Ресет – это сброс. Вот. Кнопка «Включить-выключить». То есть, ну, все, в принципе, понятно. А далее идут ручки температуры отопления и ручки температуры ГВС. Вот. Ну, и, собственно, еще несколько слов добавлю. В данном котле предусмотрена, ну, скажем, защита от случайных каких-то изменений. Для того, чтобы, если мы хотим изменить температуру теплоносителя, либо температуру ГВС, после того, как мы покрутили ручку, на экранчике будут меняться символы значения температуры. Данные, вот эти изменения, их нужно ввести. Вот есть клавиша снизу, в нижнем ряду, крайняя правая, ввод. Если мы изменили стояло температуру теплоносителя, там, к примеру, 45 градусов, мы изменили на 55, нужно эти данные сохранить, ввести. Иначе данные не сохранятся, они снова вернутся. Ну, по сути, что это защита от детей. То есть, дети, они такие? Зачастую очень много звонков или жалоб, что я изменяю температуру, она не сохраняется. Но нужно всего лишь нажать данную клавишу. Ну, и несколько вот клавиши рядом, ручка, настройка, это ввод данных. Сервисное меню, это через клавишу Reset, немножко там другое. А вот это ввод данных, это настройка суточного программирования. То есть, все ручные операции, которые для настройки мы хотим изменить, они вводятся через эту клавишу. Ну, в инструкции там все подробно написано, в общем-то, вопросов ни у кого не возникало. Все понятно, доступно на русском языке. Да, да, на смысле. Гидравлическая схема. Ну, что бы здесь хотелось бы отметить, да, только, наверное, сам байпас, по большому счету. Все остальное, конструкция, скажем так, она очень напоминает просто обычный одноконтурный котел. И байпас, я говорю, идет отдельная трубка с обратным клапаном, в принципе. Да, как уже говорили, трехходовой в котле его нет. Ну, да, трехходовый клапан – это опция. Ну, собственно, конструкция самого котла. То есть, пятое – это сам бак, да, где нагревается, собственно, у нас вода при помощи тенов. Тены у нас расположены в верхней части теплообменника. Ну, и, собственно, в верхней части расположен сам воздухотворчик, да. Ну, и сделан он таким образом, что к нему присоединена специальная трубочка, которая выводится вниз котла. То есть, чтобы не заливать в случае чего, собственно, сам котел и изнутри. Дальше идет решительный бачок. Все решительные бачки у нас идут 10-литровые. То есть, довольно-таки на большую систему отопления они, в принципе, рассчитаны. Вот. Ну, конструкция, скажем так, она такая простейшая, стабильная, скажем, ну, как у большинства производителей, по большому счету. Сам бак, сам бак у моделей от 6 до 9 киловатт в баке стоят вкрученные блоки тенов. Два блока тенов, в каждом блоке три тена. Скажем, если котел 6 киловатт, в нем установлено два блока тенов, каждый блок по 3 киловатта. В каждом блоке стоит три тена по одному киловатту. Ну, и так далее, там, 9 киловатт, значит, два по четыре с половиной, каждый тен полтора киловатта. На 6-9 киловатт, от 6-7 с половиной, 9 киловатт, два блока тенов. Модели от 12 до 24 киловатт, там установлены четыре блока тена. Бак имеет модели 6-9 и 12-24. Несколько дальше будет. Да, там дальше схема будет, на самом деле, можно будет все дело наглядно увидеть, по большому счету. Насос, сам насос, насосная группа, ну, она идентична, наверное, тем группам, которые установлены в традиционных газовых котлах. То есть, стоит голова насоса и группа безопасности реле давления воды, сбросной клапан, там развоздушник, еще один находится на самой улетке насоса. Ну да. Так, ну что дальше? Ну, как мы с вами уже говорили, воздухоотводчик находится в верхней части теплообменника для того, чтобы максимально выгонять воздух из, собственно, самого теплообменника. То есть, в случае, если все-таки воздух там останется, то есть, велика вероятность того, что тены быстро будут из строя. Ну, и для того, чтобы этого не произошло, все-таки, действительно, сделали автоматический воздухоотводчик в верхней части. Дальше у нас идет, ну, сам решительный бак, как мы с вами говорили уже, все решительные бачки на весь модельный ряд, скажем, у нас идут 10-литровые, то есть, предназначенные для довольно-таки большой системы отопления. Ну, отвечу немножко на вопрос, процитер здесь написан. На самом деле, не успеет он перегреться и повезти, потому что там стоит в сам бак вставлен датчик температуры. Датчик температуры теплоносителя, он погружной, установлен в гильзе. И если температура, как вы говорите, станет достаточно высокая, то он просто отключится по перегреву, максимальная температура 80 градусов. Поэтому предохранительный термостат, ну, его можно и поставить. Вот для этих целей он и стоит на трубке несколько далеко, несколько дальше. Защитная функция выполнит датчик температуры теплоносителя. Ну, да. Ну, вот, собственно, сама разблюдовка наших котлов. То есть, что здесь можно увидеть? Вот то, что Виктор рассказывал. У котлов от 6 до 9 киловатт у нас идут два блока ТН-ов. У котлов с 12 по 28, ну, по 24, скажем, идут 4 блока ТН-ов. Вот она, собственно, сам разрывной чертеж на эти котлы. Нижний порог по напряжению 190 вольт. Ниже 190 вольт котел будет бить ошибку. Выше, честно говоря, стоит варисторная защита, если по перенапряжению. Ну, к этому же котлу рекомендована установка стабилизатора напряжения. Что касается, собственно, таблицы технических характеристик. Что бы здесь интересно вам рассказать? Ну, в принципе, КПД здесь, как видите, высокий. Максимальная температура нагрева, увы, 80. Ну, объем решительного бака 10. И максимальное рабочее давление, как говорится, трешка, стабильно, стандартно, скажем так, как у всех настенных котлов стоит группа безопасности, которая все дело ограничивает. Отдельного блока перекоса фаз в котле не установлено. Ну, я отвечаю на вопрос. Ну, я понял, понял, понял. Система безопасности. Стабилизатор на весь котел ставится перед включением. То есть котел включается для начала в стабилизатор, ну, как любой традиционный газовый котел. Ну, что дальше? Да. Система безопасности. Защита от перегрева. При срабатывании предельного термостата, собственно, котел отключается. При достижении предельной температуры, также котел отключается. Контроль минимального давления в системе отопления. Ну, датчик давления обычный, стандартный стоит, скажем так. Далее, антиблокировка циркуляционного насоса срабатывает каждые 24 часа. И, собственно, защита от замерзания. То есть, в случае, если температура опускается ниже 6 градусов, включается котел, прогревает систему отопления до 15 градусов. Ну, и, собственно, антибактериальная защита в наших котлах тоже есть. Это очень важно в наше время. С бактериями шутки плохи. И, причем, эта защита, скажем так, у нас все-таки настраивается. Ну, чуть дальше, когда все более подробно этим побеседуем. Ну, я просто добавлю антилагианелла. Это режим включения котла при нагревании, допустим, бойлера. Когда котел, независимо от установленной температуры, включается на температуре, нагревает 70 градусов. Ну, и, причем, говорю, эти параметры у нас настраиваются. И чуть дальше, скажем так, мы это все-таки обсудим, уже исходя из слайдиков. Наш котел имеет функцию самодиагностики. Что бы здесь хотелось сказать? То есть, все коды ошибок довольно-таки информативно, скажем так, прописаны в нашей инструкции. Главное, что нужно понимать и знать, если буковка F перед цифркой, скажем так, в ходе ошибки, то эта функция будет периодически, ну, в случае, если мы ошибку это убираем, котел перезапустится автоматически. Буковка A говорит о том, что это блокирующая ошибка, собственно, и котел нужно будет перезапустить для того, чтобы он пошел в работу. Проще говоря, буковка F или буква F обозначает самоустраняющаяся ошибка. Если вдруг по какой-то причине что-то самоустранилось, котел сам включится в работу. Если буква A пишет, это блокировка, пока не однократным кратковременным нажатием на клавишу Reset, не сбросим эту ошибку, котел не включится, даже если устранена какая-то проблема. В частности, вот по устройству перекоса фаз отдельного нет, но если фазировка не соблюдается, при замыкании контактора происходит защитное отключение. Котел будет ошибку, он будет. Дальше. Да. В нашем котле есть регулировка мощности. Вот, и ситуация такая, что она может работать, ну, есть два типа, скажем так, регулировки мощности. Первое – это регулировка мощности сервисная, вот, и она у нас осуществляется при помощи D-переключателей. То есть на блоке управления есть, на плате управления есть D-переключатели. Вот, и эти переключатели отвечают вот за, собственно, снижение мощности. То есть пример, скажем так, снижения мощности вот перед вашими глазами. То есть можно сделать так, чтобы котел работал на полную мощность, и можно сделать так, чтобы котел работал на 50% своей мощности. Это, если мы говорим про котлы 6-9 киловатт, вне зависимости от того, как бы однафазная, либо трехфазная, вот, то есть у котлов от 6 до 9 киловатт можно сервисным образом снизить их мощность. Для чего это сделано? Ну, бывает такое, что люди, как говорят, сами там крутят, вертят и тому подобное, вот, и хочется мастерам сделать так, чтобы люди туда сами не залезли, как говорится, и ничего не могли поменять, скажем так. Вот, именно в этом случае нужно переключить и переключатели, вот, и люди, как говорится... Это не прописано ни в одной инструкции. Это есть, правда, информационное письмо у нас на сайте, вот, но если в инструкции не прописано, мало кто, как говорится, все-таки и будет все это дело крутить. У котлов от 12 до 24 киловатт градация мощности уже все-таки побольше. То есть можно оставить 100%, можно сделать 75%, можно сделать 50% и, собственно, 25% в зависимости от расположения и переключателей. Есть, Виктор, что добавить? Да, ну, я хотел бы по сервисным меню немножечко... А там дальше будет? Ну, ладно, давай, дальше, дальше, дальше. Вот, собственно, и сервисное меню. Да, что касаемо сервисное меню... Ну, значит, функции выбег циркуляционного насоса здесь как бы все понятно, стоит какой-то по умолчанию. Часто сервисный инженер, ну, на свое усмотрение. Кто-то больше, кто-то меньше, но на сколько инженеров, столько споров. Параметры по 0.2, дельта-т высокотемпературного отопления. Есть возможность изменить температуру включения-выключения. Хотелось бы обратить внимание, что нижняя граница выключения по умолчанию стоит 15 градусов. Пока котел не остынет до 15 градусов, в общем-то, он не включится. Может быть, для... В традиционных газовых котлах мы называем для уменьшения тактования котла. Точно так же и здесь. На ваше усмотрение. Кому-то не нравится, ставьте 5, как мы привыкли, либо там 10-15 на ваше усмотрение. Точно так же для функции теплый пол мы можем менять это значение точно так же от 5 до 20. Насколько температура упадет, прежде чем котел включится на нагрев теплоносителя. Точно так же и для бойлера. Все вот эти режимы, они мало у кого есть. Ну, в частности, у нас у ленов есть. Вот параметр P05, как я говорил, при подключении датчика бойлера нужно активировать... Активировать золотевое включение в данном параметре. Включить датчик бойлера, чтобы котел или электронная оплата его увидела. И тогда появится индикатор на дисплее. Дальше параметры P06, P07, они активны только при подключении датчика уличной температуры. До включения, ну, эти параметры, они просто не активируются. Активируются при подключении датчика уличной температуры. Ну, про параметры P08 Дмитрий уже рассказал. Я хочу остановиться еще на такой функции параметры P09. Определение неисправности 08. Дело в том, что если мы... Котел работает по НГЦ датчику температуры теплоносителя. Зачастую электрокотлы используют, ну, такой дачный вариант, где заливают антифриз. И котел может там неделю или несколько дней стоять, даже при минусовой температуре. А приезжая на, значит, на выходные дни, мы заходим в наш дом, в наше помещение. Если мы имеем температуру, не знаю, там, минус 5 в доме, мы хотим включить котел. Понятно, что НТЦ датчик отопления, который имеет температуру ниже нуля, он не включится. Он будет как бы бить ошибку, потому что сопротивление его другое. Так вот, если мы используем, понимаем, что мы используем антифриз в системе отопления, и наш котел может какое-то время находиться при низких температурах, при концертных температурах, то мы в данном случае исключаем вот эту ошибку, и тогда котел включится в работу даже при температуре минус 10 градусов. Если мы не отключим эту функцию, тогда он просто будет бить ошибку, и нам придется, как зачастую у газовых котлов, подогреть датчик температуры, чтобы котел мог включиться в работу. Ну, такие особенности, в общем-то, такие удобства мало у кого есть, я постарался на них акцентировать внимание. И точно так же параметр P10 – это режим комфорт-отопления. Мы привыкли к режиму комфорт, это у двухконтурных котлов или одноконтурных котлов, когда у двухконтурных он нагревает бойлер, а у двухконтурных это подогревается первичный теплообменник, для включения, чтобы быстрее произошел нагрев. В данном котле режим комфорт работает таким образом, что подогревается только температура в баке до 45 градусов, без включения насоса, то есть для какого-то удобства, наверное, если не очень длительное время. Котел как бы просто подогревает сам себя. При этом температура в котле, ну, она, наверное, за счет нагрева бака, за счет отдачи температуры, она, в общем-то, плюсовая вне зависимости от температуры в помещении. Когда котел включается в работу, ну, она проще, проще включиться насосу, проще с плюсовой температурой прокачивать. Это наше удобство, в общем-то. Параметр P11 это режим стравливания воздуха, режим FH высвечивается. При каждом включении и выключении в сеть или выключении из сети котла, при включении мы можем включить режим FH, режим стравливания воздуха. Этот режим, он, насос на 5 секунд включается, прокачивает какое-то время, останавливается. И вот в течение двух минут вот это вот включение-выключение насоса прогоняет по системе отопления воздух, если он есть. Ну, потому что в данном оборудовании, несмотря на то, что автоматически развоздушник он стоит внутри, но все-таки, если какая-то воздушная пробка образуется вверху нашего бака накопительного, не сработает по какой-то причине автоматически развоздушник, то, безусловно, все тонны, они могут сгореть, но они сгорят. Поэтому вот этот режим FH, он... Важен, необходим. Да, также необходим, он обезопасит, как минимум, когда котел стоит, и котел еще при этом является верхней точкой в нашей системе отопления, какой-то дачный вариант, то, безусловно, две минуты, погоняя этот воздух, мы исключим, обезопасим себя даже от таких... Ну, антилегионелла и периодичное включение, это Дмитрий уже рассказывал, я думаю, что повторяться я не буду. Ну, да, сам смысл такой, что можно все-таки все это дело регулировать в нашем случае, то есть выставлять температуру, да, при которой будет она срабатывать, ну, и, собственно, выставлять, как часто котел будет прогревать бойлер до этих температур, скажем так, вот такая ситуация. Так, ну, поехали дальше. Выводок не зависит от термостата, он настраивается в сервисном меню. Ну, да, я там подписал. Дальше, смотрите, рекомендации по выбору автоматических выключателей и сечения, собственно, кабелей. То есть эта табличка, скажем так, есть в инструкции, сделана для того, чтобы в случае, если у вас там возникают какие-то вопросы, вы всегда могли к ней обратиться, собственно, и пользоваться при монтаже, собственно, наших котлов. То есть это такая методичка, скажем так, которая вам в этом случае будет помогать. Отвечая на вопрос, антилегионалы, если подключен комнатный термостат, по которому, недельно, не настраиваем комнатный термостат, по которому котел может понимать, какое время суток сейчас, то он будет включаться ночью. Если же он работает просто без временного на температуру теплоносителя, здесь произвольно для него, в зависимости от настройки. Если он включился, не знаю, там, в 15 часов дня, то он включится через 7 дней тоже в 15 часов, с периодичностью там, как установлено. Если же работает по какому-то комнатному термостату, где он понимает, где ночь, тогда он будет включаться ночью. Ну да. Дальше. Электрическое подключение. То есть что бы здесь хотелось бы вам рассказать. Если у нас идет трехфазное подключение, ну, здесь все просто, скажем так, и выглядит, как бы, это все на схеме. Вот. А в случае, если это идет однофазное электрическое подключение, скажем так, да, то здесь нужно ставить перемычку. А раз по заводу установлено? Оно установлено уже в котле, то есть ничего тут выдумывать не нужно, а просто подсоединили провод, по большому счету, и, как говорится, понеслась. Вот. Но в случае, если мы, как говорится, хотим подключить даже котлы от 6 до 9 киловатта к трехфазной системе, то, конечно, эту перемычку нужно убирать и, собственно, подключать уже каждый провод к своему разъему, собственно. В самом котле есть у нас под передней панелью, скажем так, есть клеммная колодка для подключения дополнительных разъемов, ну, дополнительных опций. Первое – это у нас трехходовой кран. Вот. Дальше датчик бойлера можно подключить, комнатный термостат управляемый. То есть не просто информационный, да, а именно управляемый. То есть они бывают суточным, там, ой, суточный у нас уже включено, может быть, с недельным программированием, если нужно, ну, или просто обычный, простейший, который будет управлять температурой в помещении. Ну и, собственно, четвертый – это у нас идет разъем для подключения уличного датчика. Ну, суточный у нас включил, это его трудно назвать комнатным или каким-то термостатом. Он заволюшит такой термостат, который включает-выключает котел. Мы можем подключить точно так же и суточный, который в определенном часе будет держать температуру какую-то там, не знаю, там, 17 градусов, определенные часы – 25. Как мы настроим этот суточный. Точно так же можно недельный по каждому дню, можно настроить любую температуру по временной программе. В общем-то, как мы делаем, привыкли делать с газовыми котлами. Для облегчения на этой клеммной колодке, схематически нарисовано, не представили мы как-то. Нарисовано даже, где подключается комнатный термостат, где уличные датчики. Не перепутаешь лучше. Не перепутаешь, да. Подписано, нарисовано, фотография на клеммах. Любой монтажник проблем не возникает. Ну и опять же, как можно достигать экономии. То есть тут вариант такой, что у нас есть суточное программирование, мы обсудили. То есть при помощи него можно, собственно, сэкономить некоторое количество денег, скажем. Вторая ситуация экономии можно достигнуть при помощи, собственно, подключения уличного датчика температуры. И котел будет сам, ну, нужно будет выбрать просто-напросто кривую. И опять же, у нас можно выбрать, ну, смещать кривую, скажем так. То есть все максимально удобно и комфортно и понятно. Трехходовой. Там указана полярность, подключаются три провода. В центре стоит нейтраль, с левой и правой стоят фазные подключения. Там указано. Ну и по проводам, собственно, полное соответствие. Да, там точно так же по проводам подходит три провода разных цветов. То есть там не нужно ничего изобретать, там все видно. Европейский стандарт. Да. Так, дальше, смотрите, защита от замерзания обеспечивает безопасное функционирование котла. То есть, как и у всех традиционных котлов газовых, у электрокотлов есть функция защиты от замерзания. А в случае, если температура опускается ниже 6 градусов, то котел включается и, собственно, прогревает систему отопления до 15 градусов. Ну и, собственно, вполне достаточно, скажем так, до 15 градусов для того, чтобы система отопления не размерзлась. Ну, отвечаю, не совсем я, наверное, понял вопрос. Пример того, что у кого-то клиенты пользовался недельным термостатом. Любой недельный термостат имеет возможность программирования, как на неделю, каждый день по определенным часам настраивать любую температуру. Можно там есть стандартная в любом термостате любого производителя, есть стандартная программа, предлагаемая производителем. А есть вашу любую, какую вы настроите с 6 утра до 9 утра, когда дома настроите одну температуру, потом другую, потом третью. И так можно настроить на каждый день. Ну, если будут какие-то возможности с любым, пожалуйста, можете связаться со мной, либо с Дмитрием. По этим термостатам, я думаю, не стоит отвлекаться здесь. Ну да, если вопросы будут, звоните. Да, это такой вопрос. Он не связан с котлом. Котел может быть любой, хоть напольный, электрический, газовый. Термостат это все-таки отдельное. И коль уже мы затронули термостаты, то да, коннект, который используется, он будет работать в режиме on-off. Но при этом информация о состоянии котла, она не будет выводиться на экран. Либо приложение, либо что. Он будет включаться. Просто сухие контроли. Мы будем отправлять температурой в помещении. Температуру в помещении мы можем менять, но при этом, если котел выходит в ошибку, или там какие-то информации не будет выноситься, данный котел не поддерживает протокол OpenTAR. Пока не поддерживает. Я думаю, что в ближайшее время мы этот вопрос порешаем. Да. Ну и, собственно, были вопросы уже в ленте, скажем так, по поводу того, что ZEVS, котел и тому подобное. То есть давайте, как говорится, вас немножко проинформируем. То есть изначально в 15-м году электрокотлы компании Feral выходили под названием ZEVS. Вот. И, скажем так, были клиенты, которые, как говорится, пользовали эти котлы. Вот. Но в 18-м году, скажем, мы сделали, ну не то чтобы ребрейдинг, да, но обозвали его, скажем так, новое название ему дали. Вот. И называется он Lab. Вот. Если мы будем сравнивать с вами два вот этих котла, ZEVS и Lab, ну есть, как говорится, ряд отличий. Вот. И сегодня бы хотелось бы тоже с вами их обсудить. Вот. Потому что глобально, конечно, отличия есть, вот они значимые все-таки, да. Вот. И как уже не раз мы говорили, мы всегда стараемся и следим, скажем так, за тем, чтобы то оборудование, которое выпускается с наших заводов, оно соответствовало всем стандартам, качеству и тому подобное. То есть там, где есть какие-то слабые места, мы, скажем так, стараемся все это дело благополучно и быстро закрывать и решать. Вот. Поэтому, ну, давайте сейчас чуть поподробнее на этом остановимся. Итак, плавный пуск. То есть что это значит? Это поочередное включение тенов. Ну, как мы с вами видим, здесь идет пример, скажем так, котлов с однофазным, ну, не с однофазным, а с трехфазным подключением, но здесь идет два блока тенов. То есть раз блок тенов и два блок тенов, вот, которые имеют каждый по три тена. И здесь, как говорится, мы с вами видим, что очередное исключение, скажем так, у нас идет не сразу все тены включаются одновременно, а все-таки сначала включается один, потом второй, потом третий, четвертый, пятый и шестой. То есть какая ситуация у котлов ZEVS, которые раньше выпускались, у них система работала немножко по-другому. То есть в случае, когда идет запрос на отопление, включаются все тены одновременно, вот, и, собственно, не было плавного пуска. Вот, какие минусы с этим связаны? Ну, в связи с тем, что, собственно, все тены включались одновременно, вот, мы связываем, что все-таки тены выходили у нас, ну, не то чтобы часто из строя, но выходили из строя. То есть это мы функцию сделали для того, чтобы не было пиковой большой нагрузки, скажем так, на, собственно, ну, и тем самым продлить срок службы самих тенов. Ну, отвечая на вопросы, установлен контактор АББ, это мягкий контактор. Еще вкратце о, скажем так, модуляции или очередности включения тенов. Происходит следующая картина. Если после замыкания контактора проходит 5 секунд, потом с периодичностью 2,5-3 секунды поочередно включается каждый тен по одному. Скажем, если это котел, ну, к примеру, 12 киловатт, в нем на плате установлено 12 релюшек, каждая релюшка отвечает за свой тен. Вот происходит каждые, там, 2,5-3 секунды включение, поочередное включение тена. И точно так же при наборе температуры, при дельта-Т снижении, до этого происходит модуляция, происходит постепенное отключение тенов при снижении дельта-Т температуры, так же, как, наверное, у газового подклада. При приближении к установленной температуре котел плавно начинает отключать какие-то тены. Поэтому, скажем, у данных котлов снижать максимальную мощность котла, ну, как бы, да, мы привыкли, что можно снизить, эта функция есть, но какого-то такого требования здесь, оно теряет свою актуальность, потому что котел сам по себе модулирует. При достижении определенной температуры, зачастую при небольшой системе отопления, он и сам будет работать, там, не знаю, на 30 или на 60, от основного температура. Он не достигнет тыковой нагрузки. Ну, в этом вот основное отличие и, в общем-то, преимущество нашего оборудования. Да, и вот отречу на вопрос по поводу модуляции. Модуляция достигается путем отключения тенов. Вот, то есть, в зависимости от мощности, у тенов разная мощность, соответственно, какое количество тенов, такая и степень модуляции. Правильно, Виктор? Да, тен не может изменить свою, может быть, я неправильно выразился, тен не может изменить свою мощность. Он либо греет, либо не греет. Ну да. Поэтому, если приходит время, там, температура дельта-т нагревания снижается, просто отключает один тен, нагревательный элемент, ну и так далее, и так далее, оно постепенно нагревает. Если температура нагрева становится, там, длительное время, значит, он включает. Ну, то есть, он видит дельта-т нагревания и каким образом работает. Действительно, семистры могут плавно, скажем так, запускать тены. Но, как сказать, у семистров есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот, поэтому у нас стоят реле, вот, и релейная схема, скажем так. Вот, дальше, ротация тенов. Для того, чтобы, собственно, опять же, продлить срок службы самих тенов, мы сделали функционал, скажем так, ротации тенов. О чем это говорит, как говорится, да? То есть, смотрите, у нас есть первое включение, второе, третье, четвертое и так далее. То есть, в случае первого включения у нас включилось, прям так сложилось, что поочередно все тены подряд, скажем так, да? На втором включении у нас тены уже поменялись местами, и первый включился уже пятый тен, потом четвертый и так далее. То есть, сделано это для того, чтобы, собственно, продлить срок службы непосредственно самих тенов. Вот, не было такого, чтобы все тены, ну, не даже не все тены, а чтобы один тен перегружался, а другой не догружался, скажем так. Ну, потому что логично, при какой-то модуляции сначала набирают тен, если, не знаю, система отопления небольшая, либо там теплоносителя мало, то первые тены, которые включаются, выключаются, все последующие, они могут включаться очень редко. Поэтому здесь происходит постоянная ротация, хаотеатическая ротация. По-моему, 32 варианта ротации. Ну, да. И, в общем, все это дело запрограммировано в блок управления. То есть, ну, тут не то, чтобы хаотично, а все-таки действительно есть какое-то количество определенных схем, которые забиты в блок управления, и, собственно, котел ими пользуются. Так, ну, давайте дальше. Что касается автомата. Первые партии котлов ЛЭП, они бы шли с автоматами. Вот, ну, ряд, скажем так, проблем был с этим связан, и проблемы были связаны с тем, что в случае, если автомат выключается, то, что нужно делать конечным пользователям, ну, нужно ли снимать переднюю крышку, лезть туда, вот, включать автомат и, собственно, опять закрывать. И в случае, если есть какие-то проблемы с электричеством, то это могло, там, по несколько раз в день, как это люди делали. Учитывая, что там трехфазное подключение, 380, люди просто боятся, вызывают сервисные инженеры, хотя это совершенно не с котлом, может быть связано, там, кто-то перепад сети, не знаю, там, на случай, говори, там, слабая сеть, на один и тот же автомат запитанный, пылесос включили, котел отключился. Требует вывез сервисные инженеры, потому что ваш котел не включается, ну, и так далее, в различные случаи. Поэтому в новых моделях этот защитный автомат вы просто убрали из комплектации. То есть его нужно ставить вне котла. Дальше, смотрите, что касается контакторов. Раньше контактор был у нас старый, ну, вот, название CHNT, вот, кстати, у Боша такой же стоит. Вот, сейчас поставили новые контакторы АББшные, вот, ну, как говорится, вопросы по качеству контакторов еще остались у кого-то? Я думаю, что там даже больше было, наверное, жалоб, у кого электрокотлы установлены в небольшом помещении, там, на кухне или просто, там, на даче, они были достаточно шумные. Кроме того, что многие жаловы, может быть, не настолько долговечны, но, тут я бы поспорил, в общем-то, качество их было. Они были шумные, это был их основной минус. Поэтому АББшный контактор, он бесшумный. Включается практически легкий щелчок, который мы слышим, только находясь рядом с котлом. Удалившись на, не знаю, там, 3-4 метра, его вообще не слышно, даже если он находится в комнате. Ну, и что бы хотелось сказать, то есть, конечно, ну, не то чтобы слабое место, скажем, но в любом случае при обслуживании котлов, когда выезжаете на обслуживание котелков, необходимо все-таки проверять контактную группу и, собственно, протягивать все контакты. Потому что в любом случае при включении контактора, он немножко вибрирует. А то, что вибрирует, оно может в случае, если не сильно затянутся, скажем так, оно может все-таки подоткручиваться. То есть обязательно, а всегда при обслуживании проверяйте контактную группу и проверяйте, собственно, контакты, подтягивайте их. Да, в общем-то, сама суть пуска-наладки данного котла, начнем с того, что данный котел, в его комплект не входит сетевой провод. То есть котлу нужно докупать, у кого нет, а сетевой провод для подключения к сети. Не нужно, нельзя категорически его включать через какую-то розетку. То есть он должен включаться только через автомат. И вот вопрос, не получится так, что продавцы будут продавать автомат отдельно. Но если у вас установлен автомат, куда бы он включать, то вам его покупать и не нужно. Более ранние модели они дублировались для защиты ток утечки и так далее, как я в случае, такой защитный. Но слишком много жала происходило по отдельной, поэтому мы его убрали. Но подключение к котлу все равно должно обязательно только через автомат. Так, ну давайте, наверное, чутку ускоримся, а то у нас на самом деле времени уже в обрез. По поводу тенов. То есть вот здесь представлены, скажем так, те тены, которые у нас, в принципе, есть. Как мы с вами видим, от 6 до 28 киловатт. Вот. В зависимости от мощности котла разные типы тенов, собственно, установлены. Видим с вами, да. То есть если у нас котел 6 киловатт, то это получается 2 тена по 3 киловатта. Вот. И с каждым блок тенов, собственно, он делится еще на 3. То есть получается в этом случае, что сам тен на 1 киловатт. Вот. Что бы хотелось отметить? То есть по сравнению с ZEVS мы увеличили длину непосредственно самих нагревательных элементов тена. Вот. То есть, как вы видите, как говорится, увеличили их достаточно на большую длину, скажем так. Опять же, для чего это сделано? Для того, чтобы, собственно, снять тепловую нагрузку, собственно, непосредственно на сам тен и увеличить срок службы тена. То есть тены у нас идут из меди. Вот. Но важно, что, видите, как говорится, вот все-таки с ZEVS, да, были вопросы, да, вот, ну, не то чтобы по качеству тенов, а, ну, все-таки, выходи, бывало, что выходили они из строя, скажем так. Так, вот, и сделали такую перезагрузку, скажем так, назвали котел по-новому все-таки лэп, вот, и вы видите, как говорится, какие изменения мы все-таки сделали для того, чтобы, собственно, продлить срок службы и самого котлу, и, собственно, теном, который в нем установлен. Ну, и всем элементам. Виктор, есть что добавить? Да нет, в общем-то. Время, поехали дальше. Ну, да. Что касается комплекта для подключения бойлера, в нашем случае есть специальный артикул, он перед вашими глазами, для того, чтобы, собственно, можно было подключить к котлу лэп бойлер костного нагрева. Он в себя включает мотор трехходового, гидравлическую часть трехходового подачи, ну, и, собственно, сам трехходовой. Вот. Дальше гидравлическую часть обратка, ну, и, собственно, датчик бойлера 2 метра. То есть при заказе этого комплекта все вот эти вещички вы можете получить, ну, вы получаете, скажем так. Что касается горячего водоснабжения, то есть лэп плюс вот этот комплект, ну, и плюс бойлер, допустим, это юнит, ну, большое количество горячей воды. То есть, в принципе, я считаю, что рабочая схема, конечно, электричество – это не самый дорогой вид энергии, скажем так, да, вот, но в любом случае, как бы, есть люди, которые такими комплектами пользуются, вот, там, где, собственно, с газом не очень хорошо. Ну, это комфорт, это в первую очередь комфорт, потому что, имея накопительный водонагреватель, может, конечно, очень зачастую люди спрашивают, что экономнее. Электрокотел работает на систему отопления, а электрический накопительный водонагреватель просто сам отдельно подключен в сеть, автономно работает. Конечно, наверное, будет экономнее отдельная боль, но дело в том, что скорость нагрева. Здесь состоит мощность, если котла, там, накопительный водонагреватель, там, 200 литров, имеет мощность, там, 34 киловатта. Естественно, котел, там, 24 киловатта, он будет его нагревать, там, не знаю, за определенное время, там, за час. Если мы будем включать данный водонагреватель, там, с теном полтора киловатта, он будет греть, там, часов 6-8, наверное. Мы готовы платить, ну, за комфорт, за скорость нагрева, за удобство. В общем-то, наверное, такой ответ. Ну да, так, поехали дальше. Ну, в принципе, давайте, скажем так, подытожим по электрокотлу. Как мы с вами увидели, что мы котлы, котел, скажем, доработали, усовершенствовали, вот, и привели на какой-то, я считаю, тоже, как говорится, важный уровень, вот. Вот, поэтому, скажем так, по электрокотлу, наверное, все, вот, Виктор. Я немножко добавлю, я несколько добавлю, это, наверное, может быть такое, сервисное. Отвечая на вопрос, в этом часто звучат, нужно ли производить воздух в эксплуатацию электрокотла, и что включает работу. То есть, в любом случае нужно, кроме правильного подключения сетевого провода, мы должны понимать, что электрокотел, в общем-то, был доставлен к нам, он ехал там, его трясло в машине или жизнедрожным транспортом или еще каким-то. И если у газового котла, в случае какой-то там стряски или чего-то, ну, что-то где-то потечет, гидравлик, а мы это увидим, то, в частности у электрокотлов, там мы ничего не заметим, если вдруг какой-то контакт ослаблен произошел. Поэтому при пуске наладки обязательно после подключения нужно пережимать обязательно все контакты. Вот это, в общем-то, является таким основным. Ну и дальше режим развоздушивания. Как у обычных традиционных котлов. Да, ну там уже стандартная схема, но проверка, пережать и пережать и всех контактов, это обязательно. Что касается, может быть, технического обслуживания, гарантия на данный электрический котел составляет два года при условии ежегодного технического обслуживания. В частности, как минимум, там одно техобслуживание нужно провести. Что включает это техобслуживание? Ну, здесь опять-таки внешний осмотр, внешняя очистка, пережатие всех контактов. Опять же, мы можем увидеть, если вдруг какие-то контакты были обслаблены, это обгоревшие провода. Они сразу в себя проверяют. И при включении котла на максимальную мощность, если сам бак уже будет забит, накипью или использование какого-то теплоносителя, антифриза дешевого, что привело к накипью, котел начинает громко шуметь. Шум и треск, это говорит о том, что внутренняя часть накопительного бака, она забита накипью. И нужно проводить очистку, нужно снимать, нужно накручивать, очищать его. Вот, в общем-то, комплекс нет. По истечении на двухлетней гарантии, на ваше усмотрение, это ваше оборудование, вам с ним жить и работать. Что касается расширенной гарантии, расширенной гарантии нет. Ресурс реле, я считаю, что ресурс реле довольно-таки большой, потому что есть уже опыт, скажем так, с котлами тем же самим ZEVS. И статистика, скажем, выхода из строя блоков управления, она очень-очень-очень на хорошем уровне, скажем так. Да, она мизерная, просто, чтобы релюшки там зачастую жалуются, что будут залипать или что, ну, основываясь на статистике эти котлы за последние пять лет. Да, есть люди, которые здесь ZEVS занимались, то есть отпишите свое мнение по этому поводу, то есть сколько вы, допустим, продали, либо поставили плат управления. Либо плат, которые вам пришлось заменить из-за того, что залипла или вышла из строя та или иная релюшка. Я думаю, что... Это минимум будет. По статистике это минимум, да. Промывка котла, да, допускается, конечно, если вы сможете исключить насос, но здесь, наверное, проще. Они из опыта тены начнут шуметь только тогда, когда там уже будет пол бака накипи. И если вы будете промывать, это займет, наверное, день, прежде чем растворить эти камни, эту сон. Проще снять бак, выкрутить тены, высыпать пол ведра этого шлама, промыть и установить. Это займет там час-полтора. Сергей написал, по залипу ни одной платы не заменили. А по какой причине заменили? Ну, так интересно. Просто есть как бы статистика у нас продаж, скажем так. Мы видим, какое движение плач через нас проходит, и оно все-таки действительно минимально по заливу. Ну, да, если еще котел может и утонуть где-то, это уже другое. Да. То есть в котле были варианты, скорее, там может быть по контактору кому-то шумнее, или при частом включении и тактовании обгорали контакты на самом контакторе, автоматы, обгорание проводов, ну, какие-то вещи, которые зачастую, может быть, где-то... И сервисный центр немножко виноват, или там гидравлическом, такие спорные моменты, но больших по статистике каких-то проблем, либо с электронными платами, либо там с контакторами, какими-то другими частями их не возникало. Ну, да. Так, ну, в принципе, наверное, по электрокотлан тогда все. Есть там какие-то вопросы еще в голову, допустим, придут, как говорится, вы отписываете. А сейчас мы немножко побеседуем по поводу водонагревателей. Как мы сами видим, у нас водонагреватели делятся на три темы, скажем так. Косвенные водонагреватели, комбинированные водонагреватели и электрические водонагреватели. Накопительные. Накопительные, да. То есть комбинированные это те водонагреватели, да, которые у нас, собственно, греют, могут греть водичку и косвенным способом, то есть там есть свой теплообменник, ну и, собственно, там установлены еще и дополнительно ТЭН. То есть хотите так греть, хотите так, а хотите и так, и так. Вот, ну, сейчас более подробно, скажем так, про каждый из них мы побеседуем. Что касается стоимости. Ценовая политика перед вашими глазами. Вот, здесь указана рекомендованная розничная цена с НДС. Ну и плюс, как бы, все-таки есть какие-то там акции, не акции. Вот, мы продажами с Виктором не занимаемся. Вот, мы чисто информационно, скажем так, вам выложили табличку, чтобы вы имели ориентир, скажем так. Да, но в случае, если, как говорится, у вас появился, допустим, интерес или что-то в этом роде, вот, я вам предлагаю все-таки связываться с Викторией. Все вопросы к Виктории, вот, и она вас уже сориентирует и расскажет, какие варианты, в каких случаях. Вот, поэтому так. Давайте дальше, наверное. По поводу баллеров, баллера косвенного нагрева. То есть, что бы здесь хотелось отметить? Ну, действительно, как говорится, баллера Ка-Юнит уже поставляется, наверное, с 2014 года, а то и с 2013. Вот. По поводу стоимости, скажем так, он все-таки, ну, в топчике, я считаю, да. То есть, действительно, цена на него очень хорошая. И у него есть, опять же, ряд преимуществ, да. Вот, допустим, первое – это, собственно, встроенные тены на полтора киловатта. То есть, в случае, если у вас котел там встал, да, сломался, либо какая-то другая нештатная ситуация произошла с отоплением, да, и вы не можете нагреть горячую воду, то всегда сможете, собственно, включить этот тен к розеточке, да, к электропитанию и, собственно, нагреть водичку и пользоваться водой, пока ваш котел не починят, не приведут в порядок. Вот. Эмаль, бак, ну, материал эмалированный бак, он сам по себе идет. Вот. И что бы еще хотелось сказать. Обратите внимание на аноды. То есть, есть анод малый, это там, где установлен, собственно, непосредственно сам тен, и, собственно, верхний анод, вот он перед вашими глазами, большой анет, который находится в верхней части, а артикл тоже, как говорится, перед вашими глазами. Вот они здесь представлены. По поводу мощностей, то есть, как мы с вами видим, у нас есть болера с двумя теплообменником и с одним. С одним теплообменником они обозначают букву 1С, вот, а с двумя 2С. То есть, как мы с вами видим, с двумя теплообменниками болера 300 на 500 литров. И схемы здесь, собственно, также вам представлены, чтобы вы могли понимать, что это такое. Бойлер косвенного нагрева EcoUnit, он является комбинированным, потому что в нем под заводу он строен, как видите, темп, нагревательный элемент. Сетевого провода в комплекте нет, но в любом случае вы можете подключить сетевой провод и использовать его просто как обычный накопительный водонагреватель без подключения к котлу. Либо, наоборот, не включая в сеть, можете использовать просто как косвенный. Он является и косвенным, и комбинированным. Скорее так, комбинированный болер косвенного нагрева. Да, который стоит относительно недорого по сравнению со своими конкурентами в этом случае. Ты хотел добавить что-то еще по поводу транспортировки. А, да, значит, если вы в разрезе, виден магниевый анод, который установлен в верхней части водонагревателя. Достаточно большой, длиной 400 мм, диаметром 40 мм. Он установлен на фланце в верхней части бойлера. Является также этот фланец, не знаю, смотровым лючком, его можно снять, посмотреть. Но при транспортировке мы рекомендуем данные водонагреватели только в вертикальном положении перевозить. Потому что, если положить его в горизонтальное положение, под своим весом данный анод, он просто обламывается и повреждает эмаль. Да, он будет находиться внутри где-то, но пока его довезут до места и установят, он там перебьет много чего. Поэтому настоятельно рекомендуем транспортировать данные водонагревателя только вертикально. И в случае, если эмаль повреждается, мы с вами прекрасно понимаем, что в этом случае сокращается срок службы непосредственно самого бойлера. Поэтому желательно, как говорится, перевозить все-таки действительно их вертикально, а не горизонтально. То есть тем самым, что касаемо анодов, конечно, здесь установлено два анода. Один анод более маленький, он установлен на электрическом, в общем-то, самом тене. Второй более большой, он установлен в верхней части. Конечно, при расширении, при какие-то микротрещины эмали все равно происходит. Конструкция данного бойлера, она подобрана, материал стали и, точнее, коэффициент расширения при нагревании и стали, и эмали он примерно где-то одинаков, но тем не менее все равно при тепловом расширении происходит микротрещины, даже без самого анода повреждения. Все равно появляются какие-то микротрещины. И вот функции защиты от сквозной коррозии, в общем-то, и выполняют магниевый анод. Функции магниевого анода, они для этого и предназначены, потому что в воде, которая наполняется водонагреватель, объем воды присутствует кислород. При нагревании этот кислород выделяется. И магниевый анод сделан из такого материала, что при выделении кислорода в первую очередь кислород поглощает анод. Он при этом разрушается, происходит реакция, но назначение именно анода, оно поглощает кислород, потому что сама вода без кислорода, она не будет взаимодействовать с металлом, только при наличии кислорода. Назначение, в общем-то, оно, да, это поглощение кислорода. И продление строительства службы, собственно, самого нагревательного поляра. Защита от сквозной коррозии. Так, ну, поехали дальше. Здесь представлены, собственно, те ТН-ы, которые есть для котлов Эко-Юнит. То есть полтора киловатта он уже изначально установлен в котле и выглядит таким вот образом. Что касается, есть возможность сделать апгрейд бойлеру, вот, и туда можно установить бойлер, ой, ТН, более мощный, который будет более быстрее, собственно, нагревать водичку. Вот, но эта штука у нас опциональная, да, к сожалению, здесь не написал артикул. Витя, не помнишь так на память? Три с половиной? Да, да, три с половиной. 90, 900, 400. Напиши в это, если несложно. Пусть люди, как говорится, знают. То есть можно котлу сделать апгрейд и поставить туда более мощный ТН и тем самым более быстро получать горячую воду. Вот. Ну, он меняется, если вы вдруг решили заменить ТН, нужно обязательно менять с комплектом проводов, потому что ТН имеет большую мощность, там и термостат, и провода, и защитный термостат, то есть оно меняется в комплексе. Заменить просто, поставить ТН, ну, обгорят провода. Ну, да. То есть чем больше площадь, ой, чем больше мощность ТН, тем более... Получая провода должна быть, да. Дальше комбинированный нагреватель Power Thermo. Ситуация такая, что здесь это тоже бак, который несколько все-таки меньше, да, нежели чем EcoUnit, вот, и имеет возможность нагрева воды, первое, ТНом непосредственно самим, ну и, собственно, теплообменником косвенного нагрева. Теплообменник косвенного нагрева, змеик, у нас идет 5,5 киловатт. Нагревательный элемент идет 1,5 киловатта. То есть для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы максимально быстро получать водичку, раз. Вот. Вторая ситуация. В Европе и по всему миру, скажем так, вот этот змеевик используют для солнечных коллекторов. То есть нагревают воду при помощи энергии тепла. И в случае, если не солнечный день, то уже помогают догревать воду, собственно, электричеством. Что касается безопасности, в котле есть автоматическое отключение при достижении заданной температуры, а также хорошей системы безопасности. То есть от перегрева есть датчик и, собственно, от избыточного давления. Ну, хотелось бы особенности данного водонагревателя ПТО является тем, что в нем, в отличие от эко-юнита, который является, в общем-то, более косвенного нагрева, этот ПТО не является более косвенным нагревом. У него есть теплообменник, который может работать как батарея, но в нем нет гильзы, нет гнезда, куда можно поставить датчик бойлера. Соответственно, работать в паре с котлом как бойлер косвенного нагрева он не может. Он может просто как комбинированный. Это своего рода батарея. Если у нас котел работает на систему отопления, он греет батарею, пропустив теплоноситель через данный бойлер, да, он догревает воду, не знаю, градусов до 30 или до 35, а уже дальнейший догрев до выставленной температуры осуществляется посредством электрического подключения через нагрев. Ну и, собственно, эмалированный бак сам изнутри. Да. Так, ну, поехали дальше. Что касается накопительных электрических водонагревателей, у нас есть серия Мун, это малые водонагреватели, которые прячутся либо под мойку, либо ставятся над мойкой. Нагревательный элемент у них идет полтора киловатта, срок гарантии на бак идет три года. Ну и, собственно, что касается тенов. От 10, котлы с 10 литрами тен отдельный, 15-30 тоже отдельный тен. Вот они здесь у нас, собственно, расписаны. Что касается анодов, 10-15 идет свой анод, и на 30-литровый идет другой анод. Вот. Что бы я хотел сказать про эти котлы? Виктор, есть что добавить? Ну, да. Те водонагреватели, которые устанавливаются над мойкой, у них расположение трубок выходных, оно снизу, а те, которые установлены под мойкой, у них трубы смотрят вверх. Единственное замечание, хотелось бы сказать, зачастую приобретая такие малыши, так называемые нагреватели, под мойку их просто кладут. Категорически нельзя этого делать, потому что защитный термостат установлен под данной крышечкой, под регулятором. Если мы положим просто его плашмя на землю, то самая верхняя точка, термостат, будет находиться в верхней точке, будет срабатывать постоянно защитный термостат. Если вам пришлось положить, либо вы устанавливаете низкую температуру, градусов 40, не больше, ну, лучше его устанавливать по правилам, как написано. Класть его категорически нельзя. В случае, зачастую люди, еще отвечая на вопрос, зачастую приобретают водонагреватель, допустим, на 15 литров, на отмойку, а потом по какой-то причине его поместили под мойку. Но тоже этого делать нельзя, из-за расположения тена. Расположение тена таково, что его нужно поменять мостами. Изгиб самого тена, он оказывается в верхней точке, он может сгореть. Поэтому, если вы решили заменить, нужно переворачивать тен. И использовать данные водонагревателя желательно по назначению, согласно инструкции, которая вложена вместе с водонагревателем. Так, дальше поехали. Накопительные электрические водонагреватели по серии E-Glass Slim. То есть это, как мы сами видим, водонагреватели вытянутые, которые можно по этому углу, как говорится, в ванной установить. И, собственно, пользоваться. У них также идет эмалированный бак, нагревательный элемент полтора киловатта, срок гарантии 3 года на сам бак. Ну и, собственно, эти водонагреватели делают в Белоруссии на заводе по Ниппале. Да, и еще такой вопрос прозвучал, не ответили. С какой периодичностью нужно менять аноды? Здесь много зависит, конечно, от воды, да, но мы рекомендуем производить замену анодов не реже одного раза в два года. Дальше котлу можно заменить, в котле можно заменить ТЭН, и артикул вам представлен на экране. Ну и, собственно, что касается анодов, тоже, как говорится, артикул на экране. Дальше есть накопительные электрические водонагреватели серии E-Glass Standard, то есть это тот же самый E-Glass, только, единственное, видите, диаметр, собственно, самого бачка здесь идет несколько больше. Вот, и вот еще, собственно, отличие. Вот, ТЭНы и аноды перед вами на экране. Нагревательный элемент тоже идет полтора киловатта, срок гарантии три года на бак. Вот, ну и, собственно, сами водонагреватели делают в Белоруссии. Также есть накопительные электронагреватели горизонтальные. Вот, сделаны они уже в Китае на заводе Феррели. Нагревательный элемент полтора киловатта, срок гарантии на бак три года. А ТЭНы, собственно, и аноды перед вашими глазами на экране. Вот, то есть, в принципе, что бы хотелось сказать. Компания Феррели давно на рынке водонагревателей. Вот, и, так по-честному, есть много заказов, скажем так, которые Феррели, много компаний, которые размещают заказы на заводе Феррели, вот, под своим брендом. Вот, то есть, мы сегодня вам рассказали, да, про электроводонагреватели. Вот, но, по сути, так по-честному, это, конечно, далеко не все модели, которые выпускаются на заводе. То есть, просто в России, как говорится, это самые ходовые модели. Вот, семейство водонагревателей, оно очень большое у компании Феррели. Ну, и, собственно, если будут какие-то там у вас потребности и тому подобное, может быть, другие какие-то вам интересные, вот, дайте нам об этом знать, в частности, Виктория, вот, для того, чтобы, ну, собственно, и под вас, может быть, этот бак привезли. Так, дальше, что касается гарантии обслуживания, ну, что бы хотелось сказать, то есть, для того, чтобы гарантия была на болера, вот, необходимо, собственно, что, проводить техническое обслуживание и замену магниевого анода не режет одного раза в два года, ну, то, что говорил, по сути, Виктор. Вот, обязательно должно быть сделано доземление на электроводонагревателях, вот, и в случае, если все сделано хорошо, вот, то гарантия на бак в этом случае будет три года. На все остальное оборудование, это нагревательный элемент, термостат, лампочки, индикаторы, управление и тому подобное, вот, гарантия один год. Ну, собственно, по поводу расположения погодозависимых датчиков уличной температуры, вот, главное их правильно располагать для того, чтобы, собственно, действительно котел вам помогал экономить денег. Если вы, как говорится, датчик неправильно установите, то, в принципе, есть такая вероятность, что он будет вам даже не экономить, а дальше, собственно, ну, как минимум, будет некомфортно, чтобы мы сами понимали, а как максимум еще и больше будет котел кушать, нежели чем без него. Поэтому внимательно читайте инструкцию, скажем так, там в себе все благополучно расписано, а где и как лучше располагать уличные датчики температуры. Чтобы все водонагреватели, извините, Дима, задан вопрос, Водонагреватели Мун 10, 15, 30 литров именно Мун, они идут без УЗО, защитного устройства. Водонагреватели от 40 литров Егла Стэч, они вертикальные, горизонтальные, они все идут в УЗО. Ну, Николай, приветствую. Так, ну, в общем, по водонагревателям, наверное, закончили. Вот, то есть мне, в принципе, все мы, я считаю, что обсудили. Вот, и сейчас такая будет околокотельная темка, скажем так, то есть в завершение. Виктор, есть что добавить или дальше идем? Дальше идем. По водонагревателям, наверное, а что там? Ну да, то есть если вопросы какие-то есть, еще задавайте, пока мы... Если технические вопросы есть, что-то непонятно, ну да, более подробно, наверное, вам расскажут наши мнения. Что касается антифриза, ну, каждый раз мы этот вопрос обсуждаем, то есть есть и плюсы, и минусы, собственно, у антифриза. То есть на что нужно обращать внимание? У антифриза повышенная вязкость раз, повышенная текучесть два, склонность к разнообразным химическим реакциям, более низкая теплоемкость и повышенные коэффициенты теплового расширения. То есть, конечно, когда антифриз придумали, скажем так, как, конечно, только положительные моменты у людей были в голове. Но, как оказалось, все-таки есть большое количество минусов. И поэтому самый лучший теплоноситель – это все-таки вода. Поэтому вы всегда старайтесь людей предупреждать, и говорить о том, какие минусы, собственно, есть при использовании антифриза. Если все-таки антифриз вы залили, то есть определенные правила, скажем так. То есть антифриз должен быть разбавленный, вот, и, собственно, максимально до минус 30 градусов. Минимум он ограничивается только, по сути, паспортными данными самих антифризов. Потому что в случае, если мы сильно разбавляем с вами антифриз, то могут быть некоторого рода проблемы, скажем так, да. То есть другая химическая реакция и тому подобное. То есть внимательно читать инструкцию антифризов, где-то все дело указано. Дальше. Применение пропиленгликоли в жидкости. Наличие, так, надписи на этикетке специально для систем отопления. Но это важно, скажем так, да. Под заполнение системы отопления должно быть либо такой же жидкостью, собственно, ну, собственно, да, либо дистиллированной водой. Но, опять же, в случае, если мы часто подпитываем с вами систему отопления, то это говорит о том, что есть где-то протечка. И если мы с вами залили антифриз 30% и часто подпитываем его дистиллированной водичкой, то рано или поздно... Он станет 20%. Да, да, как минимум. И, собственно, ничего хорошего из этого тоже не будет. Срок службы у антифризов идет от 1 до 5 года. В зависимости от производителя, внимательно читайте это на этикетке. И, опять же, предупреждайте людей о том, что если срок службы 2 года или 3, вы должны человеку сказать, что, дружище, я через 3 года к тебе приеду за такие-то деньги и буду сливать тебе эту систему отопления, как говорится, и заполнять ее новым антифризом. Готов ты к этому? Если готов, как бы, ну, всегда милости просим. Если не готов, то залей воду, как говорится, и не будет проблем. То есть гораздо лучше и проще, может быть, потратить деньги на дополнительные, может быть, внешние блоки, да, GSM-управление, GSM-Wi-Fi-управление, которые помогут сообщить в случае, если какая-то проблема, собственно, произошла, и быстро эту проблему ликвализовать и, собственно, порешать. Дальше. Понижение температуры котла. Да, так, ну и, собственно, что еще, что еще? Не применяется в ликвизе. Опять же, при использовании антифриза, несколько слов сказать, особенно, что касается двухконтурных котлов, может быть, так, в сторону, но, тем не менее, при использовании двухконтурных котлов со вторичным теплообменником, если мы используем антифриз, зачастую происходит недогрев, невозможно нагреть наш ГВС, санитарную воду, там, до 50 градусов, а то и выше. В таких случаях, если все-таки вы решили использовать теплоноситель, то мы рекомендуем устанавливать вторичный теплообменник все-таки большей мощности, где большее количество пластин, в частности, там, Фортуна или Диватэч, используете. А все же вы решили использовать теплоноситель антифриз какой-то, замените теплообменник большей мощности, вторичный теплообменник. Тогда при данной вязкости все-таки будет происходить догрев жидкости. В ином случае столкнулись с проблемами, которые рано или поздно забьют вам и вторичный, и первичный теплообменник. Из-за перегрева, ну, и так далее, многих причин. В общем-то, информация по использованию теплоносителя, это, опять же, рекомендация у нас есть на сайте, можете ознакомиться, ну, либо связаться с нами. Что касаемо использования антифризов с электрическими котлами, ну, здесь, опять-таки, нужно понимать, что температура соприкосновения самого ТЭНа и теплоносителя достаточно высока. Соответственно, накипь, которая образуется на самом ТЭНе, теплоносителя, она будет, как минимум, в два раза больше собираться по сравнению с водой. Поэтому есть такая проблема при использовании теплоносителя. Ну, поехали дальше. Ну, как говорится, в случае, если мы заливаем с вами антифриз, то нужно увеличивать объем решительного бачка. Про это тоже, как говорится, забывать не нужно. То есть это, опять же, дополнительные затраты, про которые нельзя, не нужно забывать. Так, вкратце, скажем так. Дальше. По поводу электропитания. Все-таки, если, как говорится, у нас приборы электрические, то, конечно, здесь должны быть определенные условия соблюдены. И мы должны, собственно, защищать, стараться котелочек от внешних факторов. Потому что любые электроприборы, они, собственно, страдают от внешних факторов, от электричества. Поэтому, если мы с вами поставим, можно поставить в одной автомат, УЗО, стабилизатор напряжения и УЗМ, тем самым, собственно, мы увеличим срок службы приборов в случае нештатной каких-то ситуации. Поэтому давайте дальше, а то времени уже мало. Пусконаладочные работы. То есть что нужно сделать для того, чтобы качественно сделать пусконаладочные работы? Это посредник для подключения труб, правильность герметичной системы подавания газа, наличие заземления. Это очень важный момент, как мы с вами обсудили. То есть в случае, если заземления нет, то те аноды, которые установлены в балерах, они, собственно, не работают. То есть в них нет никакого смысла. Дальше. Параметры сети электропитания котла, ну, должны быть, не должно быть потенциала между нулем и землей. То есть никаких дополнительных потенциалов на котлах, на, собственно, балерах быть не должно. Вот. То есть здесь, как говорится, повнимательнее. Напор холодной воды нужно обязательно проверять, да, потому что в случае, если напор холодной воды слишком маленький, вот, то котел может просто-напросто, допустим, водичку перегревать. В случае, если там стоит не датчик холла, а просто обычный поплавок. То есть вот на эти вещи нужно внимание все-таки обращать. Вероятное, увеличимое давление воздух в решительном баке. То есть в случае, если у нас котел нагревается, вот, вот, температура увеличивается, и, соответственно, вода расширяется в этом случае. Если решительный бак подобран неправильно, либо, если он не настроен, то, собственно, на манометре будет скакать давление в этом случае при нагреве. Я перещелкнул два слайда назад на секунду. Давай. Пожалуйста. В чем вопрос? Сфотографировали? Можем двигаться дальше? Поехали дальше. Вот. Ну и, собственно, обязательно нужно проверять состояние дымохода. Вот, увидится, что он чистенький, и установлена, собственно, диафрагма. Это мы, если говорим, о газовых котлах. Работа на включенном котле, то есть настроить сервисное меню обязательно нужно. Просто, как мы уже говорили с вами, платы управления в котлах Феррери довольно-таки информативные, универсальные. Вот. И для того, чтобы, собственно, котлы правильно работали, правильно функционировали, обязательно нужно все это дело проверять, скажем так. Конечно, все котлы идут настроены уже с завода-изготовителя, что касается сервисного меню и тому подобное. Но очень часто бывает такое, что приехал сначала один, кто-то там поковырялся, либо хозяева, и потом вызывает мастера и говорит, что приезжай, сделай мне пусконаладку, как говорится. Вот. И когда мастер приезжает, уже там накручено, наверное, налегчено, скажем так. Поэтому сервисное меню, сервисные настройки – это вот важный момент, который нужно, скажем так, обязательно проверять. Провернуть вал насоса обязательно нужно для того, чтобы, собственно… Ну, иногда бывает такое, что они сами проворачиваются, да, иногда бывает, что не проворачиваются, но в любом случае нужно откручивать гайку и спускать воздух непосредственно с самого ротора. Вот. Почему? Потому что в случае, если этого не сделать, и все насосы идут с мокрым ротором, в случае, если там остался воздух, собственно, то у нас ротор уже не мокрый, собственно, получается, да, насос не с мокрым ротором, а насос с сухим ротором, и, соответственно, срок службы самой крыльчаточки сокращается в разы. Вот, поэтому не ленитесь, как говорится, вот этот момент обязательно делайте. Ну, ставите воздух в системе отопления обязательно, проверьте выходное давление динамика статика, то есть это тоже обязательно нужно делать для того, чтобы понимать, насколько качественно будет работать котел. То есть не все, опять же, зависит от котла, а многое зависит от внешних факторов в этом случае. Настройка газового клапана, ну и, собственно, проверка срабатывания устройств безопасности. То есть вот те рекомендации, которые мы вам транслируем для того, чтобы вы могли, скажем так, качественно запускать котелочки. Ну, что касается дымоходов, опять же, ну, сейчас мы про электрокотлы, конечно, говорим, давайте по этому перелеснем. Есть у нас Wi-Fi модуль, вот, это модуль, который позволяет управлять котлом, чтобы вы заливали не антифриз, допустим, а заливали и покупали вот такой вот модуль Wi-Fi, который позволяет дистанционно, собственно, управлять котлом. То есть что здесь, какие есть возможности? Возможности есть, вы всегда увидите, скажем так, размёрзлась система отопления у вас, всегда сможете, скажем так, установить необходимую температуру, всегда сможете, скажем, установить суточное и недельное программирование. Вот, но опять же, как говорится, я обращаю ваше внимание на то, что этот блок может работать как с котлами, которые поддерживают OpenTerm, так и с котлами, которые OpenTerm не поддерживают. В случае, если OpenTerm котел поддерживает, вы можете увидеть коды ошибок, ну, и всякую дополнительную информацию. А в случае, если котел OpenTerm не поддерживает, то вы можете, единственное, что делать, это управлять температурой в помещении. То есть обратной связи к вам на телефон, либо на блок управления в этом случае не будет. Дальше есть простейшие комнатные термостаты, скажем так, в нашем модельном ряде. Так, ну, и, собственно, что бы хотел сказать. Для тех, кто слушает нас первый раз, я предлагаю зайти к нам на сайт и, собственно, посмотреть, как у нас все устроено. То есть есть у нас сайт, сайт называется сервисфероли.ру. Вот, там можно увидеть, какие запчасти используются в каких котлах. Раз, вот, можно увидеть рекомендованную розничную стоимость этих запчастей. Вот, ну, все опять же перед вашими глазами. Дальше можно увидеть весь модельный ряд, который мы сейчас вам будем транслировать на наших вебинарах. То есть глобально можно зайти и посмотреть, и увидеть, как говорится, чем компания ФР или богата в данном случае. Также есть список авторизированных сервисных центров, которые расположены на карте. То есть вам необходимо ввести область, и он покажет ваши области, все сервисные центры, которые находятся рядом. То есть вот таким вот образом. Ну и, собственно, есть рекомендованные розничные цены на само оборудование. Ну и, опять же, всю основную документацию, связанную с котлами, связанную с оборудованием ФР или мы выкладываем. То есть это сертификаты, инструкции, каталоги запчастей, ну и дополнительная справочная информация по ремонту и тому подобное. То есть все, чем мы занимаемся, все, что мы делаем новое, мы обязательно выкладываем на сайт. Поэтому лучше всегда брать каталоги запчастей, либо эту информацию не у себя, а в компьютере, скажем так, а все-таки периодически ее обновлять с нашего сайта, потому что постоянно мы вносим какие-то правки, какие-то изменения, дополнения и улучшения. Ну и, собственно, для монтажников есть у нас программа специальная, да, то есть в случае, если вы будете устанавливать наше оборудование, можно получать определенные деньги за данную манипуляцию. То есть вам необходимо что сделать? Зарегистрироваться на сайте, пройти онлайн-обучение и, собственно, устанавливать котлы компании ФРЛ. После чего, собственно, вы заходите на сайт, заполняете там, отправляете нам информацию о своем монтаже и, собственно, за это дело получаете определенное количество баллов. Эти баллы можно потратить либо получить на карточку, либо получить на телефон, либо, собственно, взять, заказать карточку крупных ритейлеров, такие как, я не знаю, там, м-видео, озон и тому подобное, и уже, собственно, там потратить эти баллы. Ну, по поводу сервиса, в принципе, все уже рассказал. Спасибо вам за внимание. Скоро увидимся еще, потому что Путин продлил до 30-го числа нам, ну, не то чтобы выходные, но время для того, чтобы мы могли немножко увеличить свои знания в том или ином сегменте. Вот. В случае, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, вот, будем стараться отвечать на них. Ну, заземление, вопрос висит давно, уточните, пожалуйста, общего заземления. Нет, оно, безусловно, будет работать, защитное заземление, его никто не отменял, только утечки. Поэтому прямой связи между работой магниевого анода и заземлением, ее не существует. Заземление – это элемент безопасности, в первую очередь. Ну, да, может, неправильно выразился. Вот такие вот дела. Кому нужна презентация, пишите в ленту, вот, посмотрим, если вы не конкуренты, то мы вам скинем. Мы не жадные. А проводонагреватель что? Всегда, пожалуйста. Если вопросов нет, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. До новых встреч. Завтра будет, кстати, переобучение по напольным чугунным котлам. Будет вести Юрий Емелин. Поэтому приходите завтра в то же время, в тот же час. Ждем вас. Толщину баков? Не помню. Напишите мне, напишите вопрос на сайте, я обязательно уточню, отвечу. Не помню. Ну, рад, что вам понравилось. Ну, все. Всем счастливо, всем пока. Вроде все. Нет, у нас, используя незамерзайки, с гарантией не снимают. Однозначно. Рекомендации, они есть на сайте. Но само использование антифризов с гарантией не снимают. Ну, раз ли вопросов нет. Всего доброго, до новых встреч. Всем счастливо. Пока.